Сегодня мы вам покажем, как грамотно и недорого оформить фотографии, если вы планируете сохранить их на будущее. Для начала небольшая справка о том, какие материалы используются для оформления фотографий. Основной материал это картон. Он бывает трех видов. Стандартный, консервационный и музейный. В большинстве багетных мастерских используется стандартный картон, который сделан из необработанной древесной массы. Такой картон содержит лигнины. Это то самое вещество, которое влияет на процесс старения фотографий. Именно лигнины основная причина появления на отпечатках желтых пятен и быстрого старения фотографий. Консервационный картон сделан из очищенной альфа-целлюлозы и практически не содержит лигнин. Музейный картон сделан из 100% хлопка и не содержит лигнин вообще. Если вы не хотите, чтобы ваши отпечатки испортились слишком быстро, необходимо использовать исключительно консервационный или музейный картон. Сейчас я расскажу вам обо всех этапах оформления фотографии на примере вот этого отпечатка. Даже если руки чистые, сам отпечаток можно брать исключительно в специальных лаборантских белых перчатках. Для начала отпечаток нужно высушить в специальном шкафу, для того, чтобы он не потерял свою глянцевую структуру при запекании в термопрессе. Горячим воздухом будем сушить. Для работы с картоном мы используем один из самых современных, точных и лучших резаков Кинкат Ультимейт Футура. Для начала отрежем кромку от заводского реза, для того, чтобы выровнять 90 градусов. Нам нужно отрезать картон для задника 30 на 30 сантиметров. Теперь то же самое для лицевой части паспорту. Идеально. Идеально одинаковые две картонки. Это будет задний картон, это фотография, а это лицевой картон. И в нем теперь нужно вырезать окно паспорту. Для того, чтобы не возникало недорезов и перерезов, станок необходимо тонко настроить с помощью специальных этих вот инструментов. Это тестовая картонка. Станок настроен. Теперь режем паспорту. Теперь пройдемся по краям нашего окна специальной костной палочкой, для того, чтобы сделать рез еще более аккуратным. Обратите внимание на то, насколько аккуратный и точный срез. Даже при сильном увеличении вы не увидите здесь ни недорезов, ни перерезов. Так как наша фотография напечатана ручным оптическим способом, ее можно сертифицировать. Для этого на заднем картоне необходимо нанести специальные штампы. Это делается до того, как фотография попадет в термобрез. Теперь рельефный штамп. Теперь нужно отрезать термоклеевую основу ровно в размер нашего сэндвича. Это специальная термоклеевая основа, конечно, тоже бескислотная. Здесь осталось положить фотографию, которую мы вытащим из сушильного шкафа. Тем временем наша фотография окончательно высохла и готова к финальному монтажу. Нужно отрезать сейчас будет лишнее, для того, чтобы под паспарту уходило не более 5 мм, а лучше не более 2 мм. То есть вот это вот все лишнее нам сейчас нужно будет отрезать. Проверяем. Итак, перед нами 4 составляющие базового сэндвича. Задний картон, бескислотный, естественно. Бескислотная термоклеевая основа. Сам фотографический отпечаток. И паспарту, сделанный тоже из бескислотного картона. При совмещении каждого слоя необходимо продуть все поверхности от оставшихся, теоретически оставшихся, небольших пылиных. Теперь фотографию нужно выровнять. Наш сэндвич готов к тому, чтобы запекать его в термопрессе. Вырезанное окно паспарту нам еще пригодится. Для монтажа сэндвича мы используем хот-пресс фирмы Drytech. Запекать мы нашу фотографию будем при температуре 90 градусов ровно 4 минуты. Для того, чтобы защитить отпечаток в процессе запекания, используется специальная силиконовая пленка. И дальше прикладывается тот самый вырез окна паспарту, который мы заранее подготовили и правильным образом спозиционировали. На всякий случай я проверю температуру стекла с помощью инфракрасного термометра. Да, все идеально 90 градусов. Ну что, можно запекать нашу фотографию. Сейчас я нажму кнопку старт и здесь начнет образовываться вакуум, при котором все слои сэндвича будут друг к другу плотно прилегать и фотография очень хорошо запечется. Термопресс закончил свою работу и мы извлекаем нашу замечательную фотографию. Отлично! Теперь авторская работа это не просто отпечаток, а единое монолитное изделие из бескислотного картона, который и подписывает автор. Ручной оптический отпечаток сделан в 2017 году. Автор отпечатка я, Павел Косенко. Скотланд, Шотландия. Вторая копия из 10. Негатив сделан в 2017 году. И теперь осталось сертифицировать отпечаток, то есть занести его в базу данных. Сейчас мы это сделаем. Отпечаток занесен в базу данных, ему присвоен номер. Теперь мы этот номер наносим на саму фотографию. Теперь работу необходимо сфотографировать для реестра, для той самой базы данных, в которой она была зарегистрирована. Теперь я сделаю упаковку для этой работы. Обычно оформленные именно таким образом фотографии продают в галереях. Если вы любите свои фотографии и хотите, чтобы они хранились долго, приходите печатать фотографии и оформлять их к нам. Это совсем недорого. До новых встреч!